Я сегодня вам расскажу о моллюсках. Как же выглядят моллюски? Ну, у них есть мантия, у них есть раковина, куда же без головы, ну и средство передвижения нога, само собой. На самом деле это все выглядит примерно вот так, это общий план строения. Вот это раковина, вот это голова, нога, вот этот тонкий слой кожи называется мантия. Все внутренности моллюсков собраны в так называемое мягкое тело, поэтому моллюсков иногда называют мягкотелами, а по-украинскую мякуны. Не все органы у моллюсков мягкие. Вот, например, у некоторых головоногих моллюсков имеются некоторое видоизменение раковины. Например, у каракатиц и у кальмаров раковина видоизменена в хрящевую пластинку, а у осьминогов она вообще отсутствует, поэтому осьминог может протиснуться в любое отверстие, куда может протиснуться его глаз. Кстати, о глазах осьминогов. Они имеют очень сложное строение и практически похожи на человеческие глаза. Это так называемая радула, язык, переходящий в глотку у моллюсков. Это своеобразная терка, с помощью которого моллюски соскребают растительные и животные покровы. Как вы думаете, что это? Это так называемая любовная стрела, которая есть у брюхоногих моллюсков наземных, и сейчас мы посмотрим, для чего она нужна. Вот примерно вот так происходит спаривание у брюхоногих моллюсков. Это виноградные улитки. Тот, кто сегодня самец, укалывает этой любовной стрелой самку, тем самым стимулирует дальнейший половой акт. К слову, многие моллюски, особенно наземные гермафродиты, то есть у них есть и мужские, и женские половые органы. Личинки моллюсков, так называемые трахофоры. Вот эта трахофора. Есть также другие типы личинок, такие как велигер и глохидии, которые занимают разные пространственные распределения в воде или на суше. Давным-давно в далеком-далеком кембрийском периоде появились моллюски. Это было достаточно давно, это примерно 500 миллионов лет назад. Мы появились вот только в четвертичном периоде. Были такие предковые формы. Это виваксия. В общем, не очень похожа на современных моллюсков, но она спокойно уживалась с такими ужасными хищниками, как аномалокарис и апобиния, а также ужасные замечательные кольчатые черви, которые все хотели ее съесть. Но вот посмотрите, там такие выросты есть и чешуйки, и виваксия благополучно защищалась от таких хищников. Они ничего не могли с ней сделать. Поэтому моллюски поднялись как тип и заняли многие экологические ниши. Одни плавали в толще воды, другие у поверхности, третие жили на дне. Многие моллюски, такие вот, например, как аммониты, отложились в осадочные породы, и их можно увидеть в метро, например. Вот в колонках вот это аммонит. Да, и я. Вот посмотрим на небольшую филогенетическую табличку, которая показывает родственные связи между моллюсками, плоскими червями и кольчатыми. Как видим, они объединены в одну группу, которая называется лофотрахозоа или спиральная. Они объединены так, потому что во время процесса развития яйцеклетка у моллюсков дробится спирально, в отличие от нашей, а также потому что у них есть личинка трахофора, которая была ранее. Поговорим немного о разнообразии. Да, вот это моллюски не очень похожи, правда, но у них есть видоизмененные раковины, вот такие вот набалдажники и иголочки, как у соленогастров. Это в основном донные морские формы. Здесь изображены два хитона. Один из них — это греческое одеяние, а другой — это хитон элеганс, который примечателен тем, что имеет раковину из множества пластинок, а по краю раковины на мантийной полости имеет так называемые эстеты. Это примитивные глаза, с помощью которых он видит хищника и сдвигает поближе свои раковины. Моноплокофоры — достаточно архаичная группа, она практически не изменилась с того кембрия, в котором появилась. Считалось, что она утрачена в палеонтологическом смысле и не могли найти представителей. Но в 90-х годах в Антарктиде в ближайших водах на большой глубине были найдены представители этой группы. Лопатоногие моллюски — прибрежные формы, которые обитают в песке, его фильтруют постоянно. Вот так выглядят их раковины, вот так выглядит содержимое раковины. Брюхоногие моллюски — достаточно разнообразная форма, поэтому мы о ней расскажем более подробно. Переднежаберные моллюски разнообразные имеют раковины, в основном морские, но есть еще и наземные формы. Есть мурексы, верметусы, которые имеют причудливые формы и ценятся коллекционерами. Также есть конусы, некоторые из них очень дорогие. Это ядовитая улитка, которая способна убить человека, так как 200 мг конотоксина является летальной дозой для млекопитающих. Это каури. В Полинезии используют эти раковины как денежную единицу. Каури способны обволакивать свою раковину мантией, которая имеет стрекательные ядовитые клетки. Заднежаберные моллюски — очень разнообразная группа. Мало кто из них имеет истинную раковину или хоть что-то похожее на раковину. Такой моллюск, как голубой дракон, является галложаберным. У него есть свободные жабры, не спрятанные в мантиную полость. Он питается медузами, такими, например, как португальский кораблик, и забирает их ядовитые клетки на свои жабры, тем самым становясь ядовитым. Такой моллюск, как Элизия, является единственным многоклеточным беспозвоночным существом, животным, которое способно фотосинтезировать. Оно питается водорослями, забирает у них хлоропласты и с помощью определенного набора ферментов и белков поддерживает их существование. Такой моллюск, как Аплизия или морской заяц, используется в нейробиологии, а в нем поговорим чуть попозже. Морские бабочки, достаточно удивительное создание, которое скапливается в количество до тысячи и более особей, является одним из основных форм питания у некоторых китов. Морской ангел, видим у него такие рожки, которые не очень явно указывают на ангельское происхождение. И да, действительно, это ужасный хищник, который питается, как ни странно, морскими чертями, вот этими моллюсками. Эрик Кэндл, вот этот мужичок, получил Нобелевскую премию за то, что описал механизмы памяти на основе изучения аплизий, морских зайцев, так как аплизии имеют самые крупные аксоны среди всех многоклеточных животных. Легочные моллюски — часто встречаемая группа, их можно найти вот буквально везде в Украине. Из водяных форм есть такие виды, как рудовики и катушки, а из наземных часто встречаются голые слизни. И, например, интересная группа, которая называется полуслизни, имеющие редуцированную раковину. Они являются жестокими хищниками, достаточно интересная. Многие из легочных моллюсков, особенно наземные, используются как объекты зоокультуры. И в основном, конечно, охотины. Ахотина фулика и ахотина-ахотина гигантская, которая является самым крупным раковинным наземным моллюском. Двустворчатые моллюски — тоже интересный класс, которые утратили голову. Корабельный червь Тередо примечательен тем, что разрушает целлюлозу благодаря симбиотическим бактериям, которые ему это помогают сделать. И римляне с помощью каких-то мер защиты, применяя цинк и медь, открыли их ядовитые свойства. То есть одни люди красили корабли, чтобы защитить от червей, другие делали двойное дно. Римляне, крася корабли, заметили, что рабочие начали немного умирать и, в общем, проанализировали ситуацию. Морские гребешки, свободно плавающие зачастую, имеющие вот такие вот замечательные глазки по краям раковины. Многие двустворчатые моллюски крепятся с помощью так называемых бисусных нитей и их очень тяжело оторвать, делают большие скопления, которые называются друзы, и крепятся на нефтеперерабатывающие станции, корабли, тем самым вредят немного человеку. Тридакна, самый крупный раковинный моллюск, в его раковине может поместиться человек, раковины некоторые достигают до двух метров, также создает самые крупные жемчужины. Вот такие есть двустворчатые моллюски, да, это такие очень интересные формы, но на самом деле они безобидные, их вот даже дети держат. Это так называемый гуйдак, один из самых дорогих моллюсков, используется в пищу. Вот это у него такой большой, это сифон, в общем, одно из самых крупных беспозвоночных роющих животных. Головоногие моллюски, самая развитая в плане анатомии и поведенческих особенностей группа, такие виды, как наутилус, вдохновили людей на создание подводных лодок. Наутилус имеет в своей раковине ряд полостей, которые поочередно заполняются воздухом или водой, тем самым поднимая или опуская раковину. Гигантские кальмары, некоторые виды достигают 20 метров длиной, являются источниками мифов о кракене, но это все неправда. Такие виды, как синекольчатый осьминог, являются самыми ядовитыми из осьминогов, способны менять свою окраску, диаметр колец в зависимости от настроения, мол, не подходи. Аргонавт, такой моллюск, очень интересный, имеет однослойную раковину, а у всех других моллюсков она трехслойная. Она очень легкая, поддержит его на плаву. Как вы считаете, это самец или самка изображены? Это самец изображен, у него есть длинный гектактиль, это такая щупальца, которая во время спаривания отрывается у самца и плывет, плывет с помощью химических рецепторов, ищет самку. Заплывая самке в раковину, она ее оплодотворяет. В общем, многие ученые длительное время считали, что это какое-то животное, но это оказалось просто щупальца. Адский вампир, глубоководный кальмар, полукальмар, полуосминог, правильнее сказать, является самым безобидным головоногим моллюском, да и вообще моллюском, наверное, в мире, потому что он питается морским снегом. Это органические останки, которые опадают с верхних слоев океана. Имеют достаточно причудливые формы защиты. Когда видит хищника, может вывернуться наизнанку, а внутри у него мантия вся в шипах, ну в таких вот отростках. Либо вот здесь имеет такие органы, как у синекольчатого осьминога, которые способны светиться и менять свой диаметр. Тем самым, если он плывет спиной, он может уменьшить диаметр этих, якобы, глаз. И хищник будет думать, что он удаляется от него. Тем самым, не будет в кромешной тьме дальше гнаться за ним. Ну вообще, вот люди, которые изучают моллюсков, это вот такая секта, скажем так. Мы все немного молокологи такие. Вот. И мы поклоняемся замечательному моллюску, да, это. И он благодарит вас за внимание. Спасибо за лекцию. У меня возникло три вопроса. Первое. Куда делась раковина? Второе. Куда делась голова у двухстворчатых моллюсков? И третье. Как они делают жемчужины? И из чего они состоят? Спасибо за вопросы. Первый вопрос я плохо расслышал. Куда делась раковина? Ага. У головоногих моллюсков? Хорошо. Вот, например, на том слайде, там, где были показаны видоизменения раковин у головоногих моллюсков, можно было, грубо говоря, сказать, что тех форм, такие похожи как на наутилуса, да, у тех форм более архаичных были раковины, но вот со временем они утерялись и перешли в другие безраковинные формы из-за того, что эти хищники, так как головоногие моллюски в основном хищники, стали более активными, они стали охотиться на более мелкую, более быструю, собственно, добычу, и раковина им не понадобилась для придания обтекаемости и легкости передвижения. Второй вопрос насчет головы. Эволюция двустворчатых моллюсков достаточно неоднозначна, но можно сказать смело о том, что они решили уйти с таких поверхностных слоев воды и опуститься на дно. Опустившись на дно, они поняли, что передвижение с помощью брюха, вот этой ноги крупной, как у брюхоногих моллюсков, которые имеют одну раковину, например, хитоны, оно не очень удобно, оно очень энергозатратно, поэтому формирование полной раковины и высвобождение одной лишь ноги для передвижения, это очень удобно. Ну а если раковина большая, да и вообще, в общем, если есть закрывающаяся раковина, то наличие головы или каких-то органов зрения не очень обязательно, вообще, в принципе, не нужно, потому что в раковине его никто не может достать. Ну и, собственно, вот как-то так. А нервная система, в общем, все это наряду есть и тоже такой своеобразный рот. Вот. По поводу жемчужин. Жемчужины — это очень интересное явление, свойственно двустворчатым моллюскам. Когда в моллюска двустворчатого, во время того, как он открывает свою раковину, попадает какая-то песчинка или, например, паразит, моллюск понимает, запускаются иммунные процессы, моллюск понимает, что ему нужно от этого всего избавиться. Либо как-то отгородить, чтобы эта песчинка или паразит не задели, не повлияли, в общем, не сделали ничего плохого моллюску. Тогда моллюск обволакивает таким перламутровым слоем, добавляя специальные определенные железы есть, жемчужины, и моллюск, накатывая, создает эту самую круглую жемчужину. Например, у тех моллюсков, таких как тридакна, имеющую неправильную форму раковины, жемчужина, соответственно, не становится круглой, а имеет такую неправильную форму. Поэтому, может, некоторые девушки носят у себя на шее или в сережках паразитов. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по легочным моллюскам. Это монофилитическая или парафилитическая группа? То есть, происходят ли они от одного предка? И вообще, единственный ли это случай, когда в группе моллюсков возникло легочное дыхание? Спасибо за вопрос. Вообще, появление легких, как таковых, у моллюсков, это достаточно, скажем так, предсказуемое событие. То есть, у многих переднежаберных моллюсков легкое, грубо говоря, легкое, формируется на том же месте, где у легочных, собственно, легкое. То есть, так как у большинства моллюсков жабры находятся в задней части тела, у переднежаберных и у легочных жабры или легкие находятся в передней части тела. И, собственно, когда у моллюсков жабры находятся в передней части тела, они постепенно начинают в процессе эволюции, начинают в процессе некоторых возможных переходов к наземному способу жизни, к способу жизни в загрязненных условиях, например, грубо говоря. Тогда возникает потребность в создании именно такого кровеносно пронизанного участка, пусть даже и похожего на жабры, но все-таки выполняющего функции именно фиксации кислорода как легкие. И по поводу моно- или парафилитической группы, вообще, как таковые моллюски очень разнообразны, но есть, опять же, множество мнений. В основном, конечно, многие считают, что это монофилитическая группа, то есть, хоть и легочные моллюски достигли некого разнообразия форм, принято считать по канонам, что это монофилитическая группа. Спасибо. У меня еще один небольшой вопросик. Я много кому на 4 прожужжала уши Кембриджской декларации 2012 года о сознании. И вот можешь ли ты прокомментировать, почему именно у головногих моллюсков ученые признали наличие сознания, что у них такого особенного с нервной системой, с восприятием? Хорошо, спасибо. Значит, как еще раз сказала Аня, в 2012 году действительно головногих моллюсков признали разумными существами. Вышла статья «Cephalopodus Consequences», и это как бы был такой поворотный момент в определении, что такое сознание. У головногих моллюсков действительно намного более развитая нервная система, намного более развитая кровеносная система, что очень хорошо поддерживает развитие нервной системы. И вообще оно достигло такой степени, что многие головногие моллюски, многие виды, способны решать достаточно простые, но для моллюсков достаточно сложные задачи. Многие осьминоги способны выбираться из закрученной банки, многие осьминоги способны, получая алгоритм собирания кубика Рубика, собрать его. Например, вот известный осьминог Пауль, который определял исход футбольных матчей. Да, конечно, там это все считают, что это как бы неправда, это все банально математическая статистика, но вот он определил из 14 матчей 12, по-моему, правильно, вот как-то так. И это развитие нервной системы произошло из-за того, что они были активными хищниками, они есть активные хищники, я думаю, они будут активными хищниками, у них очень развитое зрение, чтобы было очень развитое зрение, нужно, естественно, его как-то все это анализировать. Также, возвращаясь к этому моменту, к сознанию головногих моллюсков, хочется сказать о том, что они не останавливаются, скажем так. Сейчас головногие моллюски активно поступило множество свидетельств о том, что они вытесняют многие другие морские, океанические формы, рыб, например, из-за того, что они, в принципе, имеют, в общем, недолго живут, пару лет, и тем самым это позволяет им лучше приспосабливаться каким-то условиям и, соответственно, вот развиваться в дальнейшем. Поэтому ждем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok